сентябре 2023 года состав тихоокеанского флота вошел корвет резкий характеристики корвета проекта 20 380 длина 104 метра водоизмещение 2220 тонн экипаж 99 человек мощность гэу 24000 лошадиных сил по другим данным 23 320 интересно что по классификации нато проект 20 380 это фрегат вооружение корвета 20 380 100 миллиметровая артиллерийская установка 3 увп на 12 ячеек зрк редут в ячейках может быть размещена одна ракета средней дальности или четыре ракеты малой дальности на головном корвете установлен зрак кортик м 2 четырехконтейнерные наклонные пусковые установки ракетного комплекса уран на 8 противокорабельных ракет х-35 2 30 миллиметровые шестиствольные автоматические арт установки а к 630 м 2 4 трубные пусковые установки малогабаритного противолодочного комплекса пакет нк с антиторпедой и ангар для вертолета к 27 дальность противокорабельных ракет до 260 километров дальность систем пво 40 километров дальность пло 20 километров с начала серийного производства проект начал меняться если на головном корабле для поражения воздушных целей был установлен зенитно-ракетно-артиллерийский комплекс кортик м то начиная с первого серийного на корветах устанавливается zrk редут также шестого серийного на корветы устанавливается многофункциональный радиолокационный комплекс заслон с размещением неподвижных антенн в башне подобной надстройки вершиной развития проекта 20 380 является модификацией 2385 на корвете 2385 на месте zrk редут установлена одна увп на 8 ячеек ракетного комплекса калибр нк она заменила 4 контейнерные пусковые установки ракетного комплекса уран zrk редут был перенесен на корму а его боекомплект увеличился с 12 до 16 ячеек связи с этими изменениями модификация 2385 стала длиннее почти на 2 метра дальность противокорабельных ракет у проекта 2385 увеличилась до свыше 300 километров дальность пла до 40 километров также появилась возможность нанесения ударов по наземным объектам на дальность до 2600 километров друзья не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии даты контрактов на первые четыре корабля мне неизвестны самый ранее известный мне был заключен самурским ссс в 2006 году на два корвета 2380 в этом же году был заключен контракт с северной верфью на постройку двух первых корветов проекта 2385 в 2011 северной верфью на два корвета 2380 в 2015 с амурским ссс на вторую пару корветов 2380 в 2020 снова с амурским ссс на два корвета 2380 и 4 корвета 2385 строительством кораблей проекта 2380 385 занимаются две верфи северная верфь в санкт-петербурге и амурский судостроительный завод комсомольский на амуре к началу 2024 года в мф россии получил 9 корветов проекта 2380 и один проекта 2385 еще три корвета 2380 и 5 корветов 2385 были заложены в 2015-2023 годах посмотрим на темпы строительства среднее время от закладки до спуска на воду составило более пяти с половиной лет а среднее время от спуска на воду до передачи флоту чуть более двух быстрее всех был построен герой российской федерации алдар циденджапов пять лет от закладки до передачи флоту корветы несут службу на разных флотах к началу 2024 года один несет службу на черноморском флоте четыре несут службу на балтийском а гремящий проекта 2385 и все четыре амурских корвета на тихоокеанском теперь все ролики доступны и на рутубе не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии архитекты а так а а а и и и Продолжение следует...